всем привет подписчикам канала папа плюс 2 папа сегодня плюс 1 я и стёпка после бокса сегодня он занял первое место у нас в бою и мы решили съездить с ним развлечься на картинг отъезжаем сейчас от дома едем в Сорумский район прямо сейчас подъедем туда там классный картинг находится мы хотим покататься пару кружочков сделать чтобы все хорошо по воскресному городу поездим по Нижнему Новгороду сейчас едем по улице Ванеева точнее так бац короче хотели мы ехать в академию картинг который находится в Сорумово мы туда позвонили они говорят у нас сегодня нету заездов все занято короче позвонили в другую в Олимпу они говорят а у нас тоже у нас можете приходить но очередь живая сейчас сейчас короче в очереди будете стоять а может и больше позвонили в Мега картинг на улице дождик не знаю как мы сейчас будем кататься как приходить у нас никого нету доехали до Меги кто-то дверь не закрыл ну ладно хрен с ним так а вас вроде было в подвое на парковке нет или другой картингу так ничего ты готов вот 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 это вот это вот она заселилась поднимем кушке да Час, надо ждать почек, они хотят подкопку у вас, они хотят в секрете, я почему-то думал, что у вас тоже здесь подкопки. Резер не закрывайте, после инструкторам вашу. Ага. Там может проходить. Я не двигаюсь и движусь. Да. Дышать нечем. Радим? Тая-то. Я не могу кататься на карте. Я не могу кататься на карте. Ага. Ага. Это не так. Та-а-а. 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 Вы часто на Олимпе катаетесь? Бывает, да. Не так часто, но да, в смысле. Тогда я вам правило вкратце напомню. Справа горячий двигатель, пальцы туда не суете, руками не облокачиваетесь, можете обжечься. Руки на руле, ноги на педалях. Справа газ, слева тормоз. Педаль нажимаете только по очереди. Самое главное правило две педали одновременно не нажимаете. У машинки быстро перегреваются тормоза конца, заезда останетесь без левой педали тормоза. Также трек сейчас влажный, местами есть лужа, поэтому педаль газа нажимаете только прерывисто. Лужи стараетесь объезжать, чтобы не испачкаться и вас не разворачивало, не заносило. Из зоны пидстопа выезжаете налево и прямо в сторону того цепного домика никуда не поворачиваете. Дальше одновременно лишних поворотов нет, не забывайте. В зону пидстопа во время заезда вы не заезжаете, выезжаете мимо по соседней приборке. Том самым идя на ногу. Во время заезда вы не врезаетесь, не подрезаете, это более трудноопасно, за это будет давать предупреждение. Не прокатайтесь аккуратно. Если куда-то врезались, стало плохо, решили закончить заезд раньше или что случилось с машинкой, поднимаете руку вверх, мы вам подойдем, поможем. Самостоятельно себя руками, ногами из ограждения не выталкиваете, машинку ни в коем случае не покидаете. Когда уже время закончится, инструктор выйдет на финишную прямую и будет подавать сигналы руками. Увидели в воскресенье скорость медленно заехали в зону пидстопа. Вы туда не заезжаете в правая, только позади всех машин. Заехали, встали, ждете пока мы заглушим вам двигатели, дадим команду, что можно вставать из машины. Если двигатель вам заглушили, но команда не прозвучала, значит сидите и ждете, когда мы ее дадим. Самостоятельно машинке до этого момента не покидаете. Какие у нас вопросы? Нет. Хорошо. Ага. Создавайте. Создавайте. Да. Пробуйте, давайте. как заведу можно будет а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, в такую погоду, конечно, низковато, скорость не наберешь сильную. Сходственно. Тебе понравилось? Нет, наверное. Доволен? Да. Или что-то лучше ездить? Да? Есть разница. Есть разница или нет? Нет. Нет разницы, да? Только холодно и скользко. Слава, спасибо. Пожалуйста, до свидания. Давай, выпрыгнем. Холодно и скользко. Нормально. Да блин, у меня вообще не... Чтобы вы понимали, сейчас... Середина октября идет... Сегодня был дождик. Все, короче, лужи. Более-менее там луж нет, потому что они разогнали, но все равно, короче, сам асфальт сырой. Как бы луж нет, а вот эта штука есть сырая. И газу даешь, и тебя просто закручивает там, где, по сути, не должно закручиваться. Но тебя закручивают. И газу ты не дашь, потому что понимаешь, что... Понимаешь, что... Тебе надо будет тормозить через 10 секунд. И ты не сможешь затормозить. Но ты, если не газовать, нормально, да? Вот так вот все. На лайтовском режиме можно ехать, да? Скорее всего... В чем минус, короче, закрытых вот этих картингов? Когда ты летом в жару в этом картинге, там просто духотище, пылище, грязище. А еще у них в этом, как в Сормском парке, правда, от других, от Академии было. Вот там, наверное, прикольно. Вот если бы летом сюда приехать, было бы очень классно. Так, я пойду посмотрю, сколько я кругов сделал. Сколько мы кругов? И ты тоже. Там вон табло. Значит, я сделал всего 5 кругов. Лучшее время минута 8 секунд и 27 миллисекунд. Ты сделал 4 круга, и у тебя лучшее время минута 2-30. У меня минута 10, ну, условно. У тебя минута 30. Вот. Интересно, какой ты результат чемпионский? Наверное, секунд 20 или 30. Короче, я так думаю, что за 20-30 секунд этот круг можно проехать, мы минуту 8 ехали, и минуту 27. Чтоб еще тот, конечно, ас у нас. В целом, для лета было бы нормально. Но сейчас, почему мы сюда поехали, как я сказал, да, в закрытых картингах, либо очередь, либо уже все как бы по записи. Уже даже, тебе говорят, даже и не приезжайте, потому что запись, есть два места, но они взрослые, и там надо ждать, короче, 3 часа. А в другом сказали, живая очередь, минимум час ждать. А может даже больше. Все, пойдем в Икеа, и сходим? Погреемся, маленько. Все съедим. Ну, раз мы приехали в Мегу, сам Бог велел нам зайти по хряпу чему-нибудь эдакого. Так, раньше, раньше была здесь в Икеа, и вход был в Икеев. Как сейчас у нас с этим обстоят дела, я не знаю, еду по парковке. Скорее всего, тут нет входа никакого. Там вот еще вот нет. Булочек мы хот-догов икеевских не поедим, и лимонады их не попьем брусничного. Ну что, давайте подведем итог. Это Олимп в Меге на открытой стоянке. В такую погоду, во-первых, руки чуть-чуть замерзнуты, но это самое главное, нет, короче, ты не можешь расслабиться. Короче, ты расслабиться не можешь и кайф получить от газа, да, вот от этого. То, что ты разгоняешься на пределе, потом тормозишь и вписываешься в поворот. Тут такого нет, потому что ты знаешь, что ты не впишешься, если ты будешь так же ехать. А вот, ну, под ребенку нормально, мне, конечно, хочется больше драйва. Ну, какую оценку поставим этому карпингу? 9 из 10. Ну, Степка, 9 из 10, я бы не знаю. Ну, погода, ну что, ну, за погоду, согласен, 9 баллов. Балл снял за то, что надо перевод делать. Кстати, полудоплат. 600 рублей человек в воскресенье. Терминалов нет, либо наличка, либо переводом какому-то Дмитрию. Вот за это минус. Все-таки на, как бы, ну, не такая вроде организация. Ну, блин, какие нафиг переводы? Что это, уход от налогов или оптимизация бизнеса? Или оптимизация расходов? Один кассир, три техника. Ладно, ребята. В общем, летом было бы здесь 10 баллов. Ну, все равно 9 бы было, потому что переводы, нафиг, не люблю эти переводы. Все, на этом всем пока. Подписываюсь. Папа плюс один сидел. Второй у нас не поехал. В пустыне улетит, да? Все. Идем есть булки. Может, послесловие снимем. Так, ну что, зашли. Икея закрыта. Я даже не думал. И ресторан закрыт. Одесский комплекс открыт. А нам надо куда? А нам надо на фудкорт попасть. Скоро открытие. Да, тут все поменялось. Мама Кера ушла. Что-то детский магазин были. Интересно. Да, икеечка жалко. Так сюда прикольно было приезжать. Ну и послесловие, как обещал, мы пошли и купили себе фишек. Булу купили. Сейчас еще с KFC нам притащат. Это с Бургер Кинга. Вкусная точка, мы не ходим туда. Может и стоил. Куристы катаются. Вот такой у нас получился интересный поездка на картинге. Что лучше? Бургер или картинг? Ничего. Чего? Ничего. Все плохо? Нет. Все хорошо? Да. Вот на этом мы с вами прощаемся. Скажи пока. 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 Пока.